У одних людей при виде ли упоминания этого продукта по телу пробегают мурашки ужаса, а у других начинается обильное слюноотделение. Сало – продукт спорный со своими плюсами и минусами, его можно либо не терпеть, либо любить, только не оставаться равнодушенным. Родиной сало правильнее считать Италию. Именно там 3000 лет назад появилась идея использовать свиной жир как дешевую и калорийную пищу для рабов, трудившихся на мраморных каменоломнях. Сало было всегда продуктом питания бедных людей, ибо лучшие куски свиной туши доставались, тем кто, мог за них заплатить или отнять. Вот и научились бедняки заготовлять сало впрок путем засолки, иногда копчения, и дальнейшего возревания. Практически каждый народ будет утверждать, что именно их сало – лучшие в мире. Русские и украинцы – будут за свое сало, белорусы за свое сало, немцы за шпек, балканские и славяне за слонину, поляки за слонину, американцы за футбэк, и так далее. Но если, кто когда-нибудь пробовал Лардо Ди Колонната, или Валидаст и Лардо Дорнат вряд ли посмеет оспаривать превосходство двух последних. Лардо Ди Колонната происходит из маленького горного городка, если не сказать деревни, Колонната, расположенного рядом со знаменитыми мраморными разработками Карара, что в Апуанских Альпах Северной Тосканы. Местные мужчины в основном занятые в каменоломнях, традиционно брали с собой на перекус Лардо, употребляя вместе с другими типичными для Италии продуктами – хлебом, оливками и помидорами. В настоящее время Лардо перестала быть едой бедняков, а превратилась в местную достопримечательность, затмившую славой даже карарский мрамор. Да, своему существованию Колонната обязана мрамору, а своей известности – салу. Небольшой объем, почти подпольного производства, из-за постоянных наездов местной санитарной инспекции, не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос на этот продукт. И вот на рынке уже появились подделки, которые имеют такое же отношение к оригиналу, как боржом произведенный в Ясентуках к своему грузинскому конкуренту. Лардо – продукт очень древний. Еще император Юстиниан законодательно обязал поставлять Лардо в армию, чтобы легионеры имели достаточно энергии в походах и сражениях. Оригинальность процесса приготовления Лардо основана, прежде всего, на использовании корыт, высеченных из местного карарского мрамора. Как известно, воятели очень скрупулезно подходят к выбору камня, и, если обнаружится какой-либо изъян, они от него откажутся. Чтобы добро не пропадало, местные решили использовать завракованные мраморные глыбы, выдолбливые из них ванны или корыто для засолки и возревания сала. Мрамор обладает уникальными свойствами для хранения продуктов. Он обеспечивает необходимую температуру и влажность является естественным консервантом, так как использование современных консервантов в колонате запрещено. При приготовлении используется салат свиней, поставляемых из Пармы и Сан-Даниэли, известными своими ветчинами. Свиньи должны быть не моложе 9 месяцев и весить не менее 160 килограммов. Производители ветчины берут себе свое, а сало отправляют в колоннату. Изготовление сала начинается в сентябре, с тщательного мытья мраморной бодии уксусом. Затем внутренняя поверхность обильно натирается чесноком. В блоки сала втирается морская соль, которая после смывается. Дно бодии обсыпается свежей солью и блоки сала укладываются, обильно сдобренные смесью пряностей и специй. Каждый производитель имеет свою собственную смесь и старается держать ее в секрете. Но обязательными являются черный перец, чеснок, розмарин, мускатный орех. Дополнительными – звездчатый анис, тимьян, душистый перец, шалфей, орегано, кориандр. В общем практически все известные специи. Различные пропорции и сочетания специй позволяют каждому производителю иметь свой фирменный семейный рецепт и разнообразие ароматов и вкусов. Когда емкость наполнена, она плотно закрывается, и сало отправляется на возревание. Кто-то относит емкость в винный погреб, кто-то в местные мраморные гроты и пещеры на срок до 6 месяцев или даже до весны. В результате получается нежнейший, тающий во рту, обволакивающий своими насыщенными ароматами сало, по сравнению с которым все и другие сорта влекнут и меркнут. Итальянцы могут гордиться и другим сортом сала, из коммуна Дорнат что на северо-западе Италии, где принцип приготовления почти такой же, как в колоннате, только вместо мраморных емкостей используют деревянные, из дуба, ореха, или каштана. Видимо, на оригинальный вкус этого сала оказывают влияние танины и дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Так что, будете в Италии, особенно в Тоскане, постарайтесь попробовать эти деликатесы, которые превратились из еды легионеров и каменоломщиков в мировой шлягер. Однако, вернемся в прошлое. Римляне называли сало лярда, и в наш время есть такое слово, но оно обозначает уже не сало, а то, что иначе называется смолец. Не прошло и тысяч лет, как сало признали в Испании. Хамон, в переводе с испанского, ветчина, окорок. Хамон практически не содержит холестерина и с тех самых пор остается любимым мясным продуктом в Испании. Считается, что Колумб смог добраться до Америки благодаря тому, что среди припасов у него было много окороков и сала, которые может храниться до полугода, содержат много калорий. Причем эти калории долгоиграющие, силы и энергии у поевшего сала, в меру, восстанавливаются надолго. Калорийность продукта составляет 770 килокалорий на 100 граммов. А то на одной рыбе матросы бы, у него озверели очень скоро. Так сало внесло свой неоценимый вклад и в мировую историю, ведь не открыл бы Колумб Америки, и не было бы у нас помидор, а без помидор не сварить борща, а без борща, какая же это вообще культура. Люди средневековья ели сало в больших количествах. Сам святой Бенедикт, основатель ордена бенедиктинцев, разрешил монахам есть сало. Монахи говорили, что сало и свинья также связаны друг с другом, как виноградное лоза и вино. Сало не только ели, в средневековье еще и делали из него свечи. Пахли они не очень, коптили, но свет все так и давали. Только надо было следить, чтоб сальные свечи крысы не сожрали, они ж тоже не дураки. При свечах монахи переписывали книги. Так во мраке средневековье сало помогло сохранить свет культуры и передать его нам. Вот средневековый текст, переведенный Гиде Валу. После того как монахи повара вымыли руки и лицо и прочли три предписанные молитвы, они моют бобы в трех водах и затем ставят их вариться на огонь в котле с водой. Потом их перекладывают в другую посудину с плотно закрывающейся крышкой. Бобы приправляют свиным салом. Сало нужно добавлять не в процессе варки овощей, а в самом конце. Роман Алиси. Дома у него были в изобилии жирные коплуны, и соленья, и ветчины, и сало. Все это добро защищал крепкий полисад из дубовых кольев и колючего кустарника. А знаменитая английская яичница с беконом? Бекон, это вам что? Оно самое. Англичане же, народ здравый, рассудительный и ученый, и о своем здоровье заботятся хорошо. Позавтракав таким полезным и приятным образом, англичане покоряли моря, развивали капитализм, изобретали паровые машины и открывали теорию эволюции. Так что смело махнем рукой на мифы о вреде сала, в нашем-то холодном климате оно в разумных количествах совершенно необходимо. Я уж не буду говорить, что в настоящей огне дышащий украинский красный борщ обязательно нужны шкварки, иначе это не борщ, а диетический макет борща, который дает об этом гордом блюде чисто визуальное представление. При умеренном употреблении сало считается весьма и весьма полезным продуктом. Есть такая штука, как арахидоновая кислота, в чистом виде не употребляется, увы, но зато это чудо содержится в сале и активно участвует в холестериновом обмене, клеточной и гормональной активности. В традициях славянской кулинарии использовать при жарке топленое масло, и, конечно, сало. То есть, наши предки любили готовить, используя жирные кислоты, не подозревая при этом об атеросклерозе и канцерогенности. И судя по всему, с ними ничего страшного не происходило. При этом неизвестные исследователи рекомендуют для оптимизации эффекта сала в отношении гиперхолестеринами и сочетать его с чесноком. Именно это и есть рецепт успеха. Проводя регулярную профилактику, любой желающий сможет оздоровить свои сосуды, сердце и печень. Печень, если вы не знали, значительно оздоравливается, если в рацион питания ежедневно включать сало. Холестерин, кстати, отнюдь не чужеродное соединение для нашего организма, где он выполняет массу важных функций, входит в состав межклеточных мембран и тканей организма, где находится либо в свободном состоянии, либо в виде соединения жирных кислот, участвует в синтезе составных частей крови и т.д. Нормой считается от 150 до 240 мг в 100 кубических сантиметрах. Крови. До некоторой степени это условный показатель, отражающий интенсивность процессов окисления жиров и углеводов в организме по мере их поступления синтеза. Сообщается, что свиное сало является прекрасным желчегонным средством. Другая постась сала – это его применение в токсикологии. Природный продукт, оказывается, идеально подходит для связывания радионуклидов и выводит другие токсины из организма. Главное – это регулярность употребления. Само собой, поедание сала рекомендовано как профилактическая мера. Вокруг нас столько волн, радиации и излучений, что выйти из дома и даже просто оставаться в нем незащищенным для человека стало непозволительной роскошью. А с салом нам нуклиды нипочем. Применение сала в качестве наружного средства имеет широкий спектр рекомендаций. Эта процедура показана при артрологиях, артезах, артритах любой этиологии, как средство реабилитации после операции травмопорно-двигательного аппарата. Встречаются указания на выраженный положительный эффект салы при наружной терапии маститов и термических ожогов, поверхностных ран и отморожений. Поражает, что сало эффективно лечит пяточную шпору, снимает зубную боль и излечивает экзему. Достаточно только наружного регулярного применения. Значительно дальше шагнули в применении сала украинские ученые. Собственно, никто и не удивляется, что в области применения этого лекарственного средства исследователи из Украины впереди планеты всей. Высказано предположение, что салы содержат стволовые клетки. А всем известно, какие перспективы открываются для применения стволовых клеток в медицине 21-го столетия. Неясно, зачем только человеку стволовые клетки свиньей. Онкологии не осталось без внимания. В сале растворяются канцерогены и вместе с ним выводятся из организма. Поэтому в схемы лечения и профилактики онкозаболеваний необходимо ввести новый ингредиент – сало. Конечно, сало содержит и множество других ценных жирных кислот, которые участвуют в строительстве клеток организма, а также играют большую роль образование гормонов и холестериновом обмене. Они связывают и выводят из организма токсины. Причем, по содержанию этих кислот, сало опережает сливочное масло. Именно в сале в оптимальном, хорошо усвояемом виде содержатся селен. По данным Института РАН, 80% россиян испытывают дефицит этого вещества. А спортсменам, кормящим матерям, беременным и курильщикам этот микроэлемент просто жизненно необходим. Кстати, в чесноке, который часто употребляют вместе с салом, тоже содержится большое количество селена. Сало не портится при долгом хранении. В продолжительных походах оно всегда было одним из главных источников физических сил для путешественников. Если съедать пару кусочков сала на голодный желудок, то можно быстро добиться ощущения сытости. Это не позволит вам переедать, и вы сможете сохранить хорошую фигуру. В настоящее время, даже появились диеты для похудения, основанные на умеренном потреблении сала. Редко какое застолье обходится без сала. Да и быстрому опьянению сало не способствовало. Так что учтите это, и перед возлиянием и съешьте кусочек сала. Это может спасти от тяжелого похмелья. Происходит это потому, что жирное сало обволакивает желудок и не дает напитку с градусами быстро усвоиться. Алкоголь впитывается позже, постепенно, уже в кишечнике. Спиртное же, со своей стороны, помогает быстрее переварить жир и разложить его на компоненты. Салу можно слагать стихи и оды, петь о нем песни. Ведь даже увидеть сало во сне сулит богатство и здоровье. Сало используют для приготовления еды, на нем жарят и тушат овощи, его добавляют в каши. Сало солят, варят, коптят. Чем натуральнее жир, тем лучше. Соленое свиное сало как нельзя лучше отвечает этому требованию современной диетологии. Если сало мягкое, маслянистое, расползается, значит, поросенка перекормливали кукурузой. Если сало жесткое, значит, поросенок подолгу сидел голодным. А самое вкусное и плотное сало получается, если животное питалось по-свински, желудями. Самое полезное сало – 2,5 см под шкуркой. Кусочек сала – прекрасный снэк в рабочее время. Оно хорошо усваивается, не перегружает печень и дает аж 9 ккал энергии на 1 грамм продукта. Это гораздо полезнее, чем даже самая дорогая колбаса, булочка или пирожки. Украинское сало обязательно с чесноком, венгерское, обваленное в красном перце, эстонское, копченое. А вот чукотское сало – подкожный жир вовсе не свиней, а тюленей. Они очень близки по составу и, как ни странно, по вкусу. В Советском Союзе ежедневное меню члена ЦК партии включало 50 грамм сала, сразу из-под шкурки.